И когда увидите все это сбывающееся, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Так Христос сказал в Евангелии Луки 21 главе. Этим прекрасными словами нашего Господа я приветствую каждого из вас, дорогие зрители, дорогие друзья, соработники служения «Импакт». Блажен христианин, который имеет особые духовные глаза с тем, чтобы видеть. И скажу так, не менее блажен тот из нас, кто стоит прямо и держит свою голову в восклоненной. Говоря о надвигающихся событиях последних дней, Господь оставил нам замечательную инструкцию для нашего поведения. И многим из нас приходится общаться с христианами, которые имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. К великому сожалению, я наблюдаю печальную картину духовного паралича, охватившего христианский мир. Вместо того, чтобы быть бдительным и понимать остроту времени, к сожалению, человек разбрасывает дорогие минуты, данные его Богом по пустякам, расточая духовную жизнь в излишней суете, наверное, так скажу, обогащаясь тем, что совершенно не назидает. В расставленных приоритетах Богу, который даёт нам жизнь, дыхание, отводится чуть ли не последнее место, к сожалению. Но вместе с тем, постоянно общаясь с различными людьми, я обнаруживаю чаще и чаще особую категорию людей, заметно выделяемых из общей массы христиан. Это те, кто имеет постоянную жажду по Богу, желание угодить Ему во всём. Это те, кто никогда не идут на греховные компромиссы и не стремятся бежать в ногу со временем. Это те, для которых старое и вечное Евангелие всегда остаётся единственным и незыблемым авторитетом и эталоном поведения. Это те, для которых Христос – это жизнь, а смерть – приобретение. Есть такие. Это те, для которых Христос вчера, сегодня и вовеки есть тот же. Это те, которые не преклонили колени свои пред Ваалом ни под каким предлогом. Они не дорожат своей жизнью ради Него, то есть ради Господа. Это именно те, о которых Писание говорит, что весь мир недостоин или был недостоин их. Возможно, они не считают себя героями веры, но тем не менее таковыми их называет Евангелие, таковыми их считает сам Господь. Их вера и доверие Богу непоколебимы, и они служат Ему, невзирая на лица. То ли в зной, то ли в стужу не теряется их надежда на Бога, и не колеблется их нога на пути испытаний или скорбей. Крепки духовные силы их даже в преклонном возрасте. И Божье Слово, Его Живое Слово, постоянно в их устах. Их много. С такими я часто встречаюсь, друзья мои. Что впечатляет меня по-особому, дорогие мои, скажу более того, так это то, что, общаясь с такими людьми, я замечаю постоянную духовную свежесть и ясность их ума. Общаясь с такими людьми, я замечаю то, что они никогда не позволяют себе критиковать или осуждать кого-либо, и даже не возвышают себя лично в глазах других. Их плоть распята, и они постоянно умерли или умирают, и умерли для себя. Искренно верю, что только такие христиане войдут в число Его Святой Невесты. Несомненно, также является то, что мы взываем к Богу о милости, о прощении. И наша надежда лишь только в том, надежда в Его праведности, которой мы постоянно сокрыты. В поисках Его планов для нашей жизни мы любим полагаться на благую или угодную Его волю. Но насколько блаженнее и превосходнее в наших отношениях с Богом находиться в совершенной Божьей воле. И во свете сказано мною выше, приближающееся избавление от Господа будет достоянием тех, кто, понимая происходящее, видит ясно, у кого головы подняты или подняты к небу постоянно. И, друзья, моя постоянная молитва вместе со служителями, чтобы, ожидая Его избавления, ясно слышать Его голос, пребывать в Его Слове. И Бог да благослови вас обильно и велико! И Бог да благослови вас обильно и велико!